Возьми кредит на развод, свобода того стоит. Под таким лозунгом в России прошла последняя неделя первого летнего месяца. Конечно, пока все это было шуткой, но, как известно, в каждой шутке есть только ее доля, остальное правда. Впрочем, давайте обо всем поподробнее. Это Вести без Киселева, совместный проект каналов Ермак Медиа и реальная журналистика. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля и мы начинаем. Вход 100, выход 200. Вернее, не, не так. Вход 350, выход пока 650. Пока, потому что решение по этому поводу уже назрело, но пока не принято соответствующим ведомствам. Да-да-да-да, я про брак. На этой неделе Минфин предложил увеличить размер государственных пошлин, самой главной и масштабной, из которых станет госпошлина за расторжение брака. Именно ее предлагают увеличить сразу 8 раз до 5000 рублей. Не, ну а че, нормально, надо же как-то поддерживать народное мнение о том, что хорошее дело браком не назовут. Так вот теперь не только назовут, но и не дадут из него выползти. Нет, справедливости ради отмечу, что повышение госпошлин коснутся большого количества услуг. Скорее всего, дело тут в финансовой стороне вопроса. Ведь по данным прошлого года, разводы в России достигли цифры в 683 тысячи. Ну и если бы каждый из них стоил около пятерки, то бюджет опух бы сразу почти на 3,5 миллиона. Умножим эту сумму на 2, так как оба супруга оплачивают госпошлину, и получим нехилый такой бонус в 7 миллионов. Но это в проекции. А пока что всего 900 с обоих. Обидно? Досадно? Но ладно, прорвемся в 2025. Именно с этого года, как обещает нововведение, должны вступить в силу. Хотя, погодите, может Минфин преследует совсем другую цель? Ну, например, укрепление института семьи и брака. Ну, типа люди такие, чё-то не клеится, погнали разведемся. О, развод 10 тысяч на двоих, рели? Нет, тогда разводиться не будем, пойдем еще поживем вместе. Вот только опасность тут таится. Узнав стоимость развода, молодые люди поймут, что право на ошибку станет для них не таким уж и дешевым, и отдадут предпочтение сожительству. Ну, то есть гражданскому браку без регистрации. По-моему, это называется как-то так. И никакой заботы государства от этого мероприятия, честно говоря, не пахнет. Сказали бы сразу, нам просто очень нужны деньги, и нам абсолютно все равно, как вы нам их отдадите. Все как-никак было бы честнее. А вообще вангую, что подобная инициатива в ближайшее полугодие сильно увеличит статистику разводов. А это по аналогии с халявными ипотеками, где до 1 июля еще можно было успеть, а после 1 спасибо уже не надо. Вот и тут хотели развестись, разведутся за 650, 4300 сэкономив на шампанское. Ну или в крайнем случае останутся с супругами, размножая себе проблемы. Я, кстати, не так давно узнала, что если супруги не развелись, а в новых отношениях у женщины родился ребенок, то его автоматически записывают на фамилию мужа. Ну, типа она же в браке родила. А потом также автоматически насчитывают алименты, если бывшая жена их потребовала. Ну и как бы если это так, то, конечно, лучше заплатить на старте, чем разгребать проблемы на финише. Хотя, еще раз повторюсь, заботой о населении инициатива сильно-то уж и не пахнет. Как не пахнет и нововведение от Минюста России запретить в стране идеологию child-free. На этой неделе замминистра юстиции Всеволод Вуколов сообщил общественности о своем желании разработать на эту тему законопроект, согласно которому привлекать к ответственности все тех, кто говорит, внимание, цитата, «Не надо сегодня девушкам, особенно молодым, рожать. Можно обойтись и без детей». Конец цитаты. Подобные высказывания Вуколов предложил приравнять к экстремистским и наказывать по всей строгости закона. Это, с его слов, должно встать на защиту ценностей России. Его на форуме поддержали и другие спикеры. Например, вот этот дяденька в черном и золотом крестом на шее. Ну и child-free, о котором Всеволод Володович сказал, это идеология, которая прививает нашей молодежи бездетность, которая говорит о том, что ребенок не является обязательным в жизни, вообще прививается даже ненависть к детям. Я считаю, что детоненавистнические, человека-ненавистнические такие идеологии, и child-free в частности, должны быть запрещены, приравнены к экстремистским, потому что они уничтожают наше будущее, наших детей, ради которых мы с вами живем, и ради которых мы строим сегодня сильное правовое и ориентированное на традиционные ценности государства. И все бы ничего, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не чесалось. Вот только никакого течения child-free в России нет и быть не может. И не рожают девчонки совсем по другим причинам. Нет образования, нет стабильной работы, нет жилья и денег. Да и мужика в конце концов тоже нет. А почему? А потому что он занят спецоперацией. И я уверена, что таким, как и уколов, уже пора уяснить, что плодить нищету в современном мире – это обрекать своего ребенка на вечный буллинг, причем уже со школьной скамьи. Но поймите вы, наконец, что рожать в 18 лет 40 назад и рожать в 18 сегодня – это настолько разные вещи, что не поддаются никакому сравнению. Я помню, что в своем первом классе мы хвастались тем, что имеем фломастеры, когда большинство могло позволить себе только цветные карандаши, да и то шесть цветов. А сегодня первоклассники рассказывают друг другу, что айфон не 15-ый, это уже вчерашний день. А какая 25-летняя мама, родившая ребенка в 18, сможет себе его позволить? Да ну давайте по чесноку, таких единицы. Большинство родителей у самих-то не новинки, не говоря уже о детях. Хотя, господи, о каких телефонах я говорю, когда у нас семьи из трех человек, один из которых ребенок, ютятся в ипотечных 25 квадратах. И пока они не выплатят ипотеку о расширении квартиры, а значит и семьи, речи быть и не может. А ведь все могло бы быть совсем по-другому, если бы государство поощряло рождаемость. Ну, например, строились бы социальные квартиры, где семьям с одним ребенком выдавалась бы однокомнатная квартира. Решили родить второго, переехали в двухкомнатную, пошли за третьим, вот ключи от трешки. А к моменту, когда все дети выросли и создали бы свои семьи, мама и папа успешно накопили бы на свое собственное жилье, оставив социальное, только что поженившейся молодежи. И я вам гарантирую, что в этом случае ни у какого Child Free не останется ни единого шанса на выживание, потому что деньги, которые родители должны были потратить на покупку квартиры, с большей долей вероятности они потратят на поездку детей к морю, их обучение или их развитие. Но, наверное, не в моем возрасте предаваться мечтам, и пора бы уже понять, там, где здравый смысл даже не ночевал, проснуться адекватности неоткуда. Вот, например, на этой неделе хедлайнером заботливых предложений выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. Все началось с губ, которые, по мнению депутата, уже наконец-то давно надо начать регламентировать. Ну не любит мужик рот, как будто покусанный пчелами. Ну что с него взять? И имеет на это полное право. Вот только хочется спросить, а вы, Виталий, не пробовали любить другой рот? Ведь пластическая хирургия – это дело рук и кошелька его обладателя. И какие бы губы там не нарисовались – это выбор каждого. Я, если честно, тоже не до конца понимаю, ради чего девчонки теряют индивидуальность и во многом становятся похожи друг на друга. Но это не мое дело, поэтому осуждать или обсуждать их я не буду. Зато расскажу вам, как с надутыми губами предлагает бороться Милонов. Ну, во-первых, он хочет ввести некий стандарт, превышать который в объеме, величине или процентах будет строго-настрого запрещено. Во-вторых, всех желающих иметь неестественные губы, депутат предлагает провозить через психиатрические клиники. Ну, типа, чтобы понять, патология это или право имеет. Ну и в-третьих, запретить любых доморощенных косметологов. Процедуру по увеличению губ должен проводить только врач и только в условиях стационара. Это-то да, но что будет, если этот золотой стандарт Милонова успешненько так проигнорировать? Снова штрафы? Тогда валяйте уже, озвучивайте цифры, ну, чтобы понимать, насколько дорого может обойтись развлечение. Впрочем, разглядывал на этой неделе Милонов не только губы. Также этот же персонаж залез и в святая святых, в тела пассажиров общественного транспорта. Он заявил, что давно хотел приравнять несоблюдение личной гигиены к хулиганству, и лето отличное для этого время года. А почему? А потому что жара покажет, кто и когда в последний раз мылся. И я сейчас не шучу. В желании борьбы с потными соседями он даже направил министру МВД Колокольцеву обращение, в котором попросил внести в административный кодекс поправки для лиц, пренебрегающих личной гигиеной. Ну и если у Милонова все получится, то потеть в троллейбусе будет накладно. Это приравняется к мелкому хулиганству, за которое будет назначаться либо штраф от 500 до 1000 рублей, либо арест на 15 суток. А потом, после ареста, нужно будет снова как-то доехать до дома и снова не попасть на 15 суток. Квест, я вам скажу, оригинальный по форме, но абсолютно невыполнимый по содержанию. Вот только кто и как будет определять степень несоблюдения личной гигиены, Милонов, как всегда, умолчал. Ну и последнее на сегодня. Центробанк на этой неделе в очередной раз отличился, сообщив общественности, что все кредиты россиян взяты ими от хорошей жизни. Да-да-да-да. От хорошей, сытой и доходной жизни. К таким выводам Банк России пришел после анализа майской банковской активности, где рост потребительского кредитования начал неуклонно расти с самого начала года и на сегодняшний день уже достиг 8%, а это в полтора раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. Ну и типа, если берут даже за бешеный процент, то точно потому что миллионеры. А не от того, что цены на все настолько выросли, что накопить на новую машину или на расширение квартиры становится просто невозможно. Жаль только, что в своем исследовании Центробанк не указал количество просрочек по выданным кредитам, где каждый цатый уже мечтает о банкротстве. И да, взять один кредит, чтобы закрыть другой, эту многоходовочку тоже никто не отменял. Но она явно не про богатых, а про тех, кто чего-то хотел, но почему-то не повезло. Кстати, друзья, почему кредиты берете вы? Если, конечно, берете, все-таки от хорошей жизни или потому что на что-то не хватает? Напишите в комментариях, пообщаемся, возможно, подчерпну для себя и что-то новое. Ну а на этом у меня все, друзья. Увидимся ровно через неделю на этом же месте и в тот же час. Всех люблю. Пока-пока.